Аклбек Джапаров сообщил, что благодаря совместным усилиям были выработаны подходы и условия для максимально комфортного внедрения контрольно-кассовых машин. Также он отметил необходимость продолжения начатой работы в рамках рабочей группы. Принято решение об освобождении от уплаты налогов в случае, если годовой оборот предпринимателя не достигнет 8 миллионов сомов. В случае, если оборот превышает и налоговое обложение составит всего 0,5 или 1%, все штрафные санкции будут пересмотрены в сторону их уменьшения. В свою очередь, представители рабочей группы из числа предпринимателей выразили удовлетворение действиями властей в их готовности к поиску компромисса. Это тоже какое-то достижение. Первые дни, когда у нас мы собирались здесь, было бурное обсуждение, были на повышенных тонах разговаривали. Но на сегодня у нас мы пришли к примирению. Но как таково это будет для предпринимателей очень трудно с ККМ работать. Мы еще не готовы с этим. Но я думаю, что начнем обучаться также. И также на сегодня мы непосредственно создали WhatsApp-группу, которую непосредственно с рабочей группой сам Аклубик Усенбекович будет с нами напрямую каждый день работать в тесных связях с предпринимателем. Это тоже большое достижение, я думаю, для нас. Руководитель Крыгызпочтасы Марат Черекчеев представил перед участниками мероприятия проекты с применением цифровых решений, которые планируется запустить в тестовом режиме. И отметил, Крыгызпочтасы взяло курс на развитие. Как предприятие номер один по присутствию в Крыгызстане и количеству отделений, планируем активно развивать внутренний сервис по логистике и обеспечить качественные услуги для населения. А также в рамках проекта «Реновация» планируем трансформировать традиционные отделения Крыгызпочтасы в современные многофункциональные центры. Отметим, что в целях улучшения качества и расширения спектра услуг почтовой связи, а также для обеспечения дальнейшего эффективного развития государственного предприятия Крыгызпочтасы, кабинетом министров Крыгызской республики было принято решение реорганизовать госпредприятие в открытое акционерное общество с сохранением 100% акций в государственной собственности. Все близлежащие почтовые администрации уже перешли к открытым акционерным обществам. Что это дает? Это дает возможность участвовать полноценно на рынке. В первую очередь мы перед собой ставим цели. Это значит, чтобы Крыгызпочта стала активным участником электронной торговли, в трансграничную электронную торговлю, второй, чтобы мы активно участвовали в финансовых услугах. Перед собой мы поставили четыре большие цели. Стратегия была утверждена нашим курирующим министерством цифрового развития в 2002-2025 годы, где мы подробно расскажем. Основной нашей целью, конечно же, является, чтобы Крыгызпочта смогла зарабатывать и платить достойную заработную плату своим сотрудникам, потому что на сегодняшний день у нас очень низкая заработная плата, и мы должны ее будем поднять. Второе, это мы должны развивать внутренний рынок, внутренние сервисы для нашего населения, чтобы населению было доступно и удобно получать те услуги, которые оказывает Крыгызпочта СЭ, не только традиционно, но и мы сейчас представим вам новые услуги, которые мы хотим представить для населения. В селе Беловодском в Первомайской школе произошел пожар. По информации пресс-службы МЧС, возгорание произошло вчера вечером. В 18.23 на тушение был направлен один расчет. В 19.50 огонь локализовали, а позже полностью потушили. При пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Полностью сгорели деревянные перекрытия и крыша. Причины пожара выясняются, проинформировали в ведомстве. Отметим, что школа была построена в селе Беловодском в 1927 году. Десять лет назад её признали аварийной и забросили. Дети учатся в другом здании. Всего за минувшие сутки в Кыргызстане произошло 24 пожара. Запрет на въезд на территорию природного парка Аларча продлён до 14 июля. Об этом сообщили в его управлении. По его данным, в связи с реконструкцией автодороги, государственное учреждение Крыгызский государственный природный парк Аларча при управлении делами президента продлило временный запрет на въезд с 8 по 14 июля 2022 года. Напомним, въезд также закрывали в июне. В Кыргызстане на рынке лекарств в 30% контрабанда. Об этом в ходе брифинга в Бишкеке заявил председатель фармацевтического союза Кыргызстана Эрнис Асанов. Из этих 30% все 30% небезопасны, так как не соблюдена цепочка правильной поставки. Часть препаратов требует соблюдения температурного режима. Их перевозят в специальных рефрижераторах, в защищенных от солнца условиях и так далее. Иначе происходит разрушение содержимого медикамента. Можно таким образом получить яд вместо лекарства, либо он не окажет вообще никакого воздействия. Подобная ситуация складывается на ужском рынке в Бишкеке. Однако, пока меры не предприняты, сказал Эрнис Асанов. Ежегодно первое воскресенье июля сотрудники медицинских организаций республики отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого в Бишкеке состоялось праздничное мероприятие в рамках проекта «Даргер плюс», в ходе которого лучших сотрудников наградили почётными грамотами за плодотворный труд в системе здравоохранения. Врач – это призвание и огромная ответственность за самое ценное, что есть у человека, его здоровье, его жизнь. Сегодня мы присуждаем награду «Алтынь-Ине» – лучшим врачам со всех областей Кыргызстана, которые в первую очередь любят свою профессию за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности. На мой взгляд, грамоты и награды послужат стимулом для работы и самосовершенствования. Данное мероприятие проводится с 2015 года. Отбор лучших специалистов своего дела проходит методом опроса среди пациентов. «Я работаю врачом уже много лет. Благодарю организаторов данного мероприятия за то, что собрали нас всех здесь. Я рада получить сегодня в награду эту почётную грамоту. Выражаю благодарность за то, что отметили наши достижения и высоко оценили наш труд». По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Джеркенбека Касамбекова, награды были вручены по-настоящему уникальным специалистам из разных регионов страны, действительно посвятившим себя самому благородному делу – искусству врачевания. «Для наших медиков, честно говоря, можно и каждый день их награждать, потому что их труд, всё то, чем они занимаются – это настоящий подвиг. Они об этом не говорят, этим они не кичатся, не распространяются, но они каждодневно, каждый день совершают подвиг, работают, спасают жизни, охраняют здоровье нашего населения». Поздравить победителей пришли их коллеги, друзья и родные. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием эстрадных исполнителей. Объём воды в Токтугульском водохранилище по состоянию на 7 июля 2022 года составил 12,417,000,000 кубометров. Такие данные приводит Открытое акционерное общество и электрические станции. По его данным, приток воды вчера составил 949 кубометров в секунду, расход – 421 кубометр в секунду. То есть, поступление влаги превысило расход в два раза. Год назад объём воды в Токтугулке составлял 11,182,000,000 кубометров. Напомним, что в феврале текущего года объём воды в Токтугульском водохранилище опустился ниже 8,5 миллиарда кубометров. Спортсменка из Кыргызстана Нурзат Нуртаева завоевала серебро чемпионата Азии по спортивной борьбе в Бахрине среди спортсменов не старше 20 лет. Кыргызстанка выступала 7 июля в турнире весовой категории до 68 килограммов. Нуртаева в первой схватке уступила спортсменке из Индии, но после этого одержала три победы подряд над спортсменками из Узбекистана, Казахстана и Японии. В итоговом протоколе Кыргызстанка заняла второе место и завоевала серебро. Неизвестный мужчина напал на бывшего премьер-министра Японии Синзо Абэ во время его выступления в городе Нара, сообщают зарубежные СМИ. По информации, нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени. Неизвестный выстрелил в экс-премьер-министра сзади. Пуля попала в левую часть груди. Абэ госпитализировали, но он не подаёт признаков жизни. У него произошла остановка сердца. В Бишкеке во время праздничного намаза в честь Курманайта завтра, 9 июля, будут перекрыты ряд улиц с 4 до 8.00. Об этом сообщает Пресс-служба управления патрульной службы милиции. По её данным, для движения транспорта будут закрыты отрезок проспекта Чуй от улицы Тогулока-Молдо до Тенестаново, отрезок улицы Фрунзе от улицы Тогулока-Молдо до Тенестаново, перекрёсток улиц Тенестаново и Абдумумунова, перекрёстки улиц Лагвиненко, Панфилова, Орусбекова, Тенестаново с проспектом Чуй и улицей Фрунзе. УПСМ Бишкека просит извинения за причинённые неудобства, и во избежание заторов призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Субтитры подогнал «Симон»